17 июня 2022 года состоялся выход на свободу опасного преступника под кодовым именем Назад Нельзя, состоявший в банде Феникс Анимация. Выход на свет криминального элемента моментально дал о себе знать. Пострадало более 600 тысяч граждан. После просмотра у меня начались проблемы в семье. Друзья стали избегать меня. Врач сказал, что Назад Нельзя. Супервайзер проекта пытался спасти положение обвиняемого, но свидетелями было заключено обильное количество видеодоказательств. Преступник отправился отбывать срок. Но какое след остаивает его сокамерник дух моей общаги? Он находится в заключении уже полтора года и дает о себе знать лишь небольшими записками с угрозами в формате видеоверсии комикса. Принесет ли он кучу жертв или даст, наконец, людям надежду? Ох, студия Феникс. Люблю я ее. Вот правда, ни дать, ни взять. Я хорошо общался и общаюсь с ее представителями и по сей день. Но мое активное сотрудничество с данной конторой закончилось, когда был выпущен код Альберт под моей режиссурой. После чего я пошел заниматься другими проектами, ну и в основном своим каналом, где все еще пытаюсь сделать пилот диванного аналитика. А все, что выходило на канале Феникса, просто наблюдалось мной со стороны. Но все время не покидала меня мысль, касаемо того, что хоть на Фениксе много людей, что по отдельности очень хороши, но иногда выстроить грамотную организацию труда, эки, пайплайн, достаточно сложно, не говоря уже о супервайзинге, проверке качества. И в итоге в один день я понял, что, ну что-то делать надо. Последняя серия когда вышла, блин? И поэтому я представил свою кандидатуру на должность супервайзера и, можно сказать, частично был линейным продюсером проекта, чтобы сам проект вышел быстрее и качественнее. Для того, чтобы нивелировать прошлые ошибки, я принес соответствующую разработку по улучшению супервайзинга. И в итоге диванные разработки были готовы увидеть свет. Приезда в одном месте. Ориентир, край шкафа. Окей, хорошо, так, начинаем. Че там дальше было, блядь? Да, блядь, заебись, типа. Итак, я рад, что вы решили со мной сотрудничать. Я уверен, я вас не подведу. Ибо благодаря мне дух вас не будет душить. Блядь, какой джеки... Ай, поджелудочный, блядь. Я Сережа, я супервайзер. Это кидж, блядь, это кидж, нахуй, так и должно... Давай, давай, садись. Итак, ты готов? И тебя не видно, блядь. Я за твоей рукой ничего не вижу. Да похуй, сработает. Я просто отправлял этот дебильный стикер с тачками тем людям, которые... Ну вот, сделали не просто хороший шот, а великолепный. И в качестве поощрения выдавал такую награду в виде стикера неплохо. И, как видите, результат есть. Визуал целостный, целостный. Кто молодец? Я молодец. Плюс, пока мы не приступили к обзору, просьба подписаться на канал и нажать на колокольчик. Потому что YouTube очень сильно любит шаманить с уведомлениями. Поэтому прошу вас о такой мелочи. Так, ну что ж, перейдем к самому мульту. Он, блядь, вышел. Вау, и вышел даже хорошим. Ебать, что? О, ну конечно, так и было задумано. Видите, кто в титрах? Но тут все и так было очевидно. Стоп, подождите, а кто это? Кто такой Максман? Подождите, что такое саунд дизайн? Я не знаю, зачем он здесь. В прошлых сериях его не было, зачем сюда его впихнули. Что? Нет, нет, дебил, накаркал. Я не хочу, я не готов, только не... Но если серьезно, серия сделала действительно огромный скачок в качестве. Визуал стал целостным, появился отличный саунд дизайн, компост стал круче, фоны все такие же шикарные. Ну и я появился. Сама же серия нас встречает логотипом Блэк Стара, и мульт начинается, хорошо, что не заканчивается, с битвы экстра... Блять, с битвы медиумов. И выпуск посвящен смерти Олежа. Сама заставка битвы медиумов, это просто мое почтение. Столько всевозможных дебильных мемов в одном месте, еще поискать надо. Кто вообще придумал это все вставлять? Что за больной ум на это способен? Блин, вот этот персонаж еще на Изю очень сильно похож. Интересно, почему? В комнату шашлычницы вбегает съемочная группа. Камера улавливает душные волны и отказывается снимать Олежу на часок. Что срывает съемки передачи? Да и сам Димон немного офигевает, что к нему завалились не очень жданные гости. Но съемки надо продолжать. Да и к тому же, все-таки расследовать смерть Душнилы нужно. И тут хочу отметить... Куда скачет повествование? Не, понимаю, что серия как бы с ноги врывается и хочет тебе показать все самое интересное, но с другой стороны, как бы все идет слишком быстро. По моему личному мнению, главные герои должны немножечко пошароизлиться, чтобы мы хотя бы вспомнили, кто это вообще такие, потому что серия полтора года не выходила. Но с другой стороны, за счет того, что она не выходила полтора года, нам предоставляют целых 14 минут плотного контента, что уважаемо. Да и к тому же, в самой серии задается куча верных вопросов, что потом может раскрыть самих персонажей и их предысторию. Это, что могу сказать, хайпово. За такое серию можно уважать, а вот Диму уважать нельзя. Вся серия нарочито пытается показать, что он не такой, каким его видят шиперы. Этого оставьте, фактурный. Готовность 2 минуты. Слышал? Я фактурный. У тебя же вроде девушка есть. Долго стоишь? Да нет, только подошла. Хотя, знаешь что? Пусть это будет на твоей совести. Фанаты все равно раскрыли твою подноготную. Медиумы просто гоняют балду, разговаривают с тараканами. А шо вы думаете вот об этом? Ой, бля, назад нельзя, выпустила. Но ничего, ничего, у нас другие проекты есть. Но в один злосчастный момент пожилая пугачиха начинает палить, что хвост у Олежи обрезан не просто так. Сложная была связь. Может, это эпидр, епт? Может, это эпидр. И Дима в ответ проявляет мужскую солидарность, срывая съемки проекта. И начинается выяснение отношений в туалете. Эта сцена была санимирована двумя людьми. Один на черновой и один на чистовой анимации. Прям вау. Целая минута анимации, да и причем хорошая. Прям хочется похвалить ребят. Никак иначе. Но посиделки на геймерских креслах оборвались тем, что за срыв съемок нужно Димону платить штрафы. И чтобы избежать денежной облигации, Биба и Боба решают помочь медиумам в расследовании. Но немножечко по-своему. Это самое главное, его любимое. Хорошо наебать. Тем самым они узнают, есть ли тут настоящий медиум. А если нет, ну, тупо поугарают. Но как только речь у шизов доходит до тетрадки и не до всякой хуйни, Пугачиха понимает, что Дима чё-то чудит. Скрывает чё-то, ведёт себя как сука. Сука вне закона. Будь пальцем, давай по-хорошему. И его обвиняют в убьюкине Олежа. Сам Димон в ответ начинает защищать духа и наконец-то Дима стал нормальным персонажем и не ведёт себя как челкайк. Персонаж вырос и стал развиваться. Браво, Лина! Под конец Олежа грустит, что все забили на его смерть, вспоминая, что последнее, что он помнит, это больница. А Олежа хитрый лис. Ловко завуалировал слово дурка. Дима идёт к своему фимбою, а Олежа заходит кое-кто очень знакомый. Ой, мама пришла. Конец. Что могу сказать? Серия получилась динамичной, с хорошо поставленным визуалом, с хорошим звуком. Видно, что Феникс прогрессирует и наконец-то учитывает свои ошибки. Даже титры красивые. Смотрите, какая красота в титрах. Ой, ну прям не нарадуюсь. Хочу сказать, что Лина Келевая большой молодец, потому что, когда я пришёл выстраивать пайплайн, я был приятно удивлён, что и без меня была проделана огромная работа по делегации труда. Но всё же я привёл этот механизм в более рабочее состояние, и кто бы мог подумать, продакшн пошёл. Но опасения всё равно были. Первая серия Духа выглядела как мульт-коллаб. Вторая серия стала в разы лучше, но визуальные косяки всё ещё оставались. По типу неаккуратного местами Лайна, скачущими по пропорциям персонажей. Ну, не говоря уже о работе со звуком и саунд-дизайном. Я заставлю саунд-дизайном исчезнуть. Падам! Он испарился. К тому же на Фениксе будет большой навал контента. Были уже показаны на сходке в городе, что не Москва, дети А. И в самой серии был затизерен некий проект Шурик и Шарик. Интересно, кто же его делал? Короче, всё. Феникс спасён. Осталось только сделать, наконец, уже пилот диванового аналитика. Я, конечно, могу помогать всем, но о себе тоже думать надо. Поэтому можете подписаться на канал и ждать, пока наш Магнум Опус выйдет. Заодно зацените последний мульт на канале. Отдельная благодарность Тарутням и Карликам, что пили шикарнейшие арты. Вот вы можете видеть их и на экране. Запостить арты можете в паблик в ВК и в Дискорд. И, конечно же, спасибо большое подписчикам на Бусти. Всё, я отдыхать, я устал, я верю. Она внизу уже ждёт, Олежь, я... Иди. Не заставляй дорогих тебе людей ждать. Назад нельзя.